Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем, как всегда, ежедневный двухчасовой бизнес-канал, так мы его называем, и первая его часть, это как раз и есть Сухой Остаток. Сегодня мы поговорим с вами на тему франчайзинга, назвали программу мы следующим образом, экономика франчайзинга, сферы, стратегии, перспективы. Перспективы всегда очень интересны. Говорить мы на эту тему будем с моим гостем в студии Сухой Остаток, сегодня Юрий Михайличенко, исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга. Юрий, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда, вы можете к нам присоединиться, я напомню для вас, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495 и сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. И с этой точки зрения вопрос, как всегда, первый вам. Как вы думаете, вообще франшиза, франчайзинг, это перспективный способ для открытия, для ведения бизнеса или, может быть, какие-то другие точки зрения у вас на этот счет. Ну что ж, давайте начнем. И как специалисту, Юрий, первый вопрос, такой, знаете, ликбез давайте проведем. Что такое франчайзинг? Иностранное слово. Да, слово, несмотря на то, что иностранное, но уже хорошо прижившееся в Российской Федерации, несмотря на то, что у нас официально франчайзинга не существует, у нас есть коммерческая концессия. У нас, в смысле, в России. В России, да. То есть законодательно закреплено как коммерческая концессия, хотя коммерческая концессия немного уже, чем франчайзинг. Так что такое франчайзинг? Это, собственно, некий вид лицензионных отношений, по которой один правообладатель передает другому пользователю некоторый комплекс исключительных прав или не исключительных прав. Прежде всего, это, конечно, товарный знак, это какой-то ноу-хау, как вести бизнес, это какая-то финансовая модель, это, собственно, все, что прилагается к ведению этого бизнеса. Это иногда и строительный пакет, это и технологии, и стандарты, очень многие там, все зависит от вида бизнеса. Ну и самое, безусловное, конечно, что отличает франчайзинг от любых лицензионных отношений, это постоянная поддержка правообладателям-пользователям. Это и обучение, и постоянное консультирование, иногда даже и инвестирование, да, то есть привлечение... Соль инвестирования, да? Ну, редко соль инвестирования, чаще привлечение кредитных организаций для финансирования. Ну и, безусловно, это постоянное-постоянное снабжение, постоянная поддержка франчайзи для того, чтобы тот вел свой бизнес эффективно, потому что от эффективности ведения бизнеса франчайзи или пользователя зависит от того, будут идти роялти, будет идти та прибыль для франчайзера, и, собственно, зависит, собственно, рентабельность самого его бизнеса, особенно касается крупных сетевых компаний. Иногда от успеха франчайзи, от их роста зависит вообще напрямую коммерциализация компании, если компания торгуется на фондовой бирже. Ну вот, наверное, с этой точки зрения очень важно понять тому самому франчайзеру, да, правообладателю, насколько успешен будет в дальнейшем бизнес, ну, в том плане, что выбор пользователя, выбор франчайзи, да, это такая стратегически важная задача, и по каким параметрам правообладатель этот выбор делает. Или, в принципе, ему все равно, потому что ему надо развиваться, и все желающие получают от меня, да, необходимые, так сказать, инструкции, необходимые права, да, на обладание тем самым брендом и всем остальным. Ну, здесь ключевым элементом является успешность бизнеса. Передается, прежде всего, успешная бизнес-модель. Так получается, что пользователями или там франчайзи, а по сути это партнеры того бизнеса, в который вступает такой рядовой предпринимателю, когда присоединяется к крупной сети, это все-таки партнерские отношения, и здесь партнеры полезны друг другу. Это не значит, что имеется младший партнер и старший партнер. У меня это обязательно всегда более-менее равноправные отношения. И здесь действительно правообладатель, если не имеет успешной бизнес-модели, то сеть его просто не растет. Через два, через три или четыре, через несколько пользователей, через двадцать, да, то есть наступает момент, когда идет дурная слава и, соответственно, ну, скажем так, глупых людей, которые бы приобрели неуспешную бизнес-модель, уже не находится. То есть это все-таки проблема правообладателя, да, а не проблема пользователя, потому что он оказался нерадивым и поэтому развития нет. Ну, всегда существует предпринимательский риск, да, несмотря на успешность бизнес-модели, она может быть в одном городе работать замечательно, в другом городе работать чуть хуже, особенно речь, когда идет о межконтинентальных и межстрановых отношениях. А отчего, кстати, в одном городе хорошо, а в другом плохо? Ну, если не брать исключительно Россию, да, там, привести примеры других стран, бывают страны, состоящие из двух монокультур, да, в одной разрешено, к примеру, есть свинина. Да, и бутерброны со свининой, а в другой это совсем на другую почву положить, на религиозную, на культурную, на что угодно, для начала. Ну, и бывают предпочтения разные, да, даже в тех же самых Соединенных Штатах Америки, многонациональных. В одном штате, может быть, да, это пользуется спросом, в другом менее. Но это, опять-таки, да, это задача правообладателя, прежде всего, если он подумывает о расширении собственного бизнеса вот такой моделью, да, моделью фрача, он должен понимать, да, что вот там, скорее всего, не пойдет, поэтому мы туда и пробуем. Да, 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 и здесь самое ключевое, это перелом в сознании правообладателя, потому что, когда вы строите свой собственный бизнес, вы привыкаете к оперативному управлению своими точками, да, у вас выстроена определенная система управления, а когда вы переходите на франчайзинг, вы понимаете, что это совсем другой бизнес. Вы уже начинаете... Или другое управление, да, ведь управление-то остается. Его приходится модернизировать очень сильно, потому что вам приходится выделять целую структуру, которая должна отвечать и за поддержку франчайзи, и за их консультирование, и за отбор, и за взаимоотношения, там много аспектов. Фактически вы выделяете, делите фирму на две части, да, если можно так сказать, да, то есть одна у вас, по-моему, часть корпоративная, другая франчайзинг. Многие фирмы, такие, например, как Subway, вообще отходят от корпоративной структуры и развиваются только исключительно по франчайзингу. То же самое и относится к нашей компании 1С, да, допустим, которая входит в ассоциацию. Поэтому здесь разные модели, но всегда нужно понимать, что франчайзинг вам любой компании дает возможность взрывного роста. То, чего вы не сможете... В разы, в разы. В разы вы не сможете сделать самостоятельно, да, то есть вы за счет ресурсов, пользователей, да, вы развиваете свою сеть. То есть не вкладывая, то есть вложив единый HD во франшизу и в поддержку и в систему управления, вы потом получаете роялти, фактически только управляя. А инвестиции за вас и риски несут за вас уже пользователи. То есть можно говорить, что из нескольких моделей развития бизнеса собственного, вот эта модель франчайзинга, она наиболее эффективная и наиболее перспективная? Вы знаете, в мире так получилось, что это, наверное, самая эффективная модель бизнеса. Наши коллеги из Америки, есть такая международная ассоциация франчайзинга, ИФА называется, на самом деле она американская ассоциация. Вот мои коллеги все время приводят такую статистику, что в целом в течение пяти лет развития франчайзинговый бизнес обладает в два раза большей рентабельностью. За счет того, что на старте бизнеса вы не тратите средств на, скажем так, сильное увеличение своей лояльности потребителей. Потому что бренд уже сам по себе лояльный, уже вложены какие-то... Это мы сейчас с позиции пользователя, да, франчайзи рассуждаем? Да, 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 это и с позиции пользователя, и с позиции правообладателя. Потому что если вы даже свою корпоративную точку открываете, вам нужно какие-то деньги вкладывать в ее развитие. А здесь пользователь уже несет свои расходы, но он приобретает в данном случае уже и лояльность потребителей, и раскрученный бренд, и рекламу федерального уровня, как правило, да, и, соответственно, полную поддержку, в том числе и закупочные цены, по которой покупается сеть. Да, это важно, это важно. Вот еще, если можно больше деталей, давайте обсудим с точки зрения пользователя, да, вот он, ну, изначально я подумаю открыть бизнес. Может быть, даже я представляю пример, чем бы я хотел заниматься. Вот, и, соответственно, у меня, ну, как минимум дилемма, да, либо все с нуля самому делать, привлекая инвестиции, да, набирая персонал, обучая его, наверное, и так далее, и тому подобное, ну, и оказываясь вот в этой проигрышной ситуации с точки зрения лояльности, потому что никто меня не знает, мне нужно завоевать долю рынка, да, и, в общем, потом я подумал-подумал, а почему не пойти, вот если это корректно, все-таки поправьте меня, по более простому пути. Почему бы мне не, да, не связаться с неким правообладателем, и многие вопросы, соответственно, закрываются уже им или нами совместно, и мне гораздо проще. Я к чему веду, просто общался я со многими, со многими теми, кто, значит, вот по второму пути пошел. У многих, ну, так, чтобы опять никого не обидеть, такая позиция, такая, ну, не паразитическая, конечно, да, но позиция такая, что, ну, бизнес-то готовый уже, да, мне надо немножко вложить сейчас, и у меня пойдут уже, там, пойдет прибыль, и особо не надо суетиться при этом. Ну, здесь есть отчасти элемент правды, и здесь есть очень много мифов, опять же, да. Начну с мифов, прежде всего. А кто, кстати, создает мифы? Те неудачники, у которых не получилось? Ну, как правило, даже не неудачники, потому что они, неудачники, так, это, прежде всего, предприниматели, которые, ну, не получилось, раз будет, пробовать свое, там, не это чужое, да. Как правило, либо неудачливые предприниматели, у которых по-любому не получилось, либо это люди, которые наслышанные от тех, которые наслышаны, да, как у нас всегда, сарафанное радио, как всегда, сильно искаженное, да. Ну, либо те же самые правообладатели, у которых тоже не получилось. Тоже бывает такая ситуация. Ну, миф номер один, это то, что приобретая франчайзинговый бизнес, вы умываете руки, просто вы заплатили один раз, и сидите на диване. Оно капает. Оно капает, да. Оно уже готово, ведь все. Как и любой бизнес, этим бизнесом нужно заниматься. Совершенно верно. Поэтому приходит, будет приходиться вам и тратить больше времени, чем обычно работнику, да, поскольку это все-таки ваш бизнес. Да, вам дадут инструкции, да, вас научат, да, вас будут поправлять, но это ваш бизнес. Вы им занимаетесь, вы зарабатываете деньги, вы несете риски. Поэтому хоть вы открыли ресторан, хоть кафе, хоть производство, хоть ритейловую точку, вы должны будете думать, и не только как, собственно, предприниматель, но в том числе и как покупать. Потому что вы его удовлетворяете. Если ему что-то не нравится, да, и вы спустя руководствуете из бизнеса, он к вам не пойдет просто. Поэтому это разденчивый первый мир. Да, Юрий, извините, причем забавно, он не пойдет ко мне, потому что каким-то образом я, значит, не справляюсь с вами задачами, но у него, у покупателя, я имею в виду, да, у него формируется негативное отношение не ко мне конкретно, не к моей точке, правильно, а к бренду в целом. А в том числе и к бренду в целом. Поэтому вот вторая задача правообладателя, несмотря на некоторые иногда попытки, если можно так спуститься к мавитону, отбрыкаться, да, от корпоративной культуры и стандартов, все равно правообладатель будет восклонять к тому, что практически весь персонал прошел обучение, и они посмотрели, не будет ли какая-нибудь там бывшая продавщица, продавщица универмага стоять у вас потом в вашей точке, хамить вашим потребителям. Как это было в эти счастливые времена в универмаге, конечно. Да, поэтому, скорее всего, вас заставят там пройти обучение, и, собственно, и сам персонал, и менеджмент той компании, которую вы покупаете. Ну, это у хорошего прообладателя, которых мы, собственно, и рекомендуем. Вот, ну, бывает так, что, да, бывает и негативный, конечно. Так, к мифам вернемся. Значит, миф номер один, да, несмотря на то, что вроде бы достаточно, ну, так сказать, несмотря на то, что в начале бизнеса многие вопросы закрывают правообладатель, тем не менее, все равно это бизнес, и нужно жить им с утра до вечера, как и любимым другим бизнесом, независимо от того, в какой форме. Да. Это миф номер один. Миф номер два. Миф номер два, что этим бизнесом можно заниматься любой, кому захочется. Здесь тоже следует отметить миф, и мне даже иногда приходится спорить со своими коллегами. Вот у нас есть такой совместный продукт со Сбербанком «Бизнес-старт», и все-таки мы видим, что желающий заняться, иногда студенты, иногда какие-то начинающие, совсем-совсем начинающие предприниматели получают отказ от франшизера в связи с тем, что у него нет предпринимательского опыта. Всегда предприниматель правообладательным всегда старается выбрать того партнера, есть такое хорошее слово адекватного партнера, который сможет вести его бизнес и, грубо говоря, не ударить грязь лицом. И всегда отбирается именно такой предприниматель. Поэтому отсутствие опыта, это говорит всегда о том, что это пока еще неадекватный выбор. Да, либо, как правило, рассматриваются те предприниматели, которые уже имеют предпринимательский опыт, которые хотя бы понимают в бизнесе хоть что-то, либо эти предприниматели начинают с совсем-совсем простых франшиз. С киосков каких-нибудь, с мастерских, с небольшого вида бизнеса, где можно рискнуть и на не очень большие суммы. А, кстати, вот если есть опыт предпринимательский, но он негативный, ну что-то там не срослось, не получилось, это сразу же в черный список? Не обязательно. Или разберемся сначала, почему не получилось? Не обязательно разберемся, да. Почему не получилось? Потому что если человек, у него не получилось по объективным причинам, это одна ситуация. Если он, ну, собственно, сам не состоялся как предприниматель, и у него бизнес, особенно бизнес, связанный с какими-то там, ну, с обслуживанием людей, не пошел из-за того, что он там неадекватное отношение к людям ведет, да, то, соответственно, служба безопасности, скорее всего, отбракует этот предприниматель. Хорошо, хорошо, Юрий, давайте тогда поговорим вот о чем. Посмотрим с отраслевой составляющей, что ли, да, потому что мы прекрасно знаем, что, ну, как минимум в России активно франчайзинг развивается в сфере ритейла и фастфуда, да, в сфере, да, которая относится к общепиту, да, совершенно верно, слово, слово, да, вылетело из головы, но помимо этого мы наблюдаем, по крайней мере, опыт иностранный, показывает нам, что этим не ограничивается, да, взаимоотношение правообладателей и пользователей, есть и франчайзинг в сфере высоких технологий, в сфере производства, в сфере банковских услуг, вот об этом давайте поговорим. Ну, во всяком случае, франчайзинг во всем мире многогранен, потому что это форма ведения бизнеса, а не, собственно, сам бизнес. Естественно, у нас в России первый начал расти общепит по той самой простой причине, что, несмотря на стойку убеждения практически всех органов власти, что у нас уже очень много кафе и магазинов, да, на самом деле мы, наши эксперты, и я вот даже слышал зарубежных экспертов, говорят, что даже рынок общепита сейчас, несмотря на большое количество кафе, он заполнен всего на 30%. То есть вот еще 70% куда расти. И, собственно, поэтому мы и показываем такие достаточно высокие темпы роста в России франчайзинга, около 30% в год, при всем уровне развития экономики примерно 2%. Ну, тогда давайте уточним, популярность франчайзинга именно в сфере общепита, она чем обусловлена? Тем, что рынок вот так вот еще сильно не заполнен, или все-таки технология взаимоотношений между правообладателем и пользователем, вот именно в этой отрасли она проще. Вы знаете, общепит, несмотря на то, что нам кажется, кажущаяся простоту бизнеса, она является одним из самых сложных видов бизнеса, потому что дополнительно к общим, да, там, правилам в ритейле добавляется еще все-таки технологичность самой кухни. Особенно если мы говорим не о простом фастфуде, да, собственно, уже о таком более серьезных франшизах в области общественного питания с полноценной кухней, или с тейбл-сервисом, то там добавляется, ну, фактически, это бизнес скроенный из разных видов отдельных бизнесов. С обслуживания там, где официант, да, с кухней, это фактически производство, с ритейла, это там продажа, да, и, соответственно, с разного рода дополнительными услугами, если там есть кейтеринг или что-то такое, доставка, да, то есть тоже немаловажные, да, аспекты, это сложный вид, сложно организованный, но рост обусловлен именно спросом и высокой маржинальности. Вот, вот, да, слово сорвали. Хотел я именно уточнить, может быть, еще и то, что общий пит, особенно те точки, где имеют возможность, да, продавать алкогольные напитки, может быть, они обуславливаются, их успех именно высокой маржинальностью. Ну, понятно, что, да, наценки там в разы, я имею в виду, в точках общий питок. Ну, алкоголь, конечно, дает, да, свою долю, но если вы посмотрите на наиболее успешные концепции, зачастую там алкоголь просто отсутствует, да, или не является ключевым, да, там, возьмите тот же самый Бургер Кинг, возьмите тот же самый Макдональдс, которым вообще алкоголь не продают в России. Хоть у нас по франчайзингу и не развивается, но, тем не менее, во всем мире это показатель очень серьезный. Ну, и другие концепции, да, даже в том же самом, там, Starbucks, Subway у них, вот, небольшую долю имеет в общих продажах, да. Поэтому... За счет чего высокая маржинальность? За счет высокого трафика, высокой, ну, то есть, скажем так, умножаем стоимость кассового чека на количество покупателей, да, то есть высокой проходимости бизнеса. Потому что, если мы посмотрим сейчас на географию общепита, это, как прежде всего, общепит приближен либо к центру города, либо к деловым центрам, либо к общественным центрам, в которых иногда зачастую просто вообще отсутствует какой-либо общепита. Вот, ну, и нельзя сбрасывать и вообще неправильно назвать просто общепитом, все-таки это индустрия гостеприимства, хорика, да, там есть еще и дополнительно сопутствующие виды бизнеса. Вот, если мы возьмем, ну, скажем так, другие виды бизнеса, аспекты, да, ну, кроме ритейла по франчайзингу, который, как правило, во всем мире строится по франчайзингу, в России тоже, да, очень сильно распространен франчайзинг в ритейле, хоть и не так, как на Западе. Потому что для любого прообладателя, для любого производителя какого-либо бренда это самый простой способ завоевать весь мир. Совершенно верно. Да, особенно если монобрендовые вещи всякие, то это вот, если вы хотите иметь по представительству хотя бы в каждой стране, это нужно кому-то передать лицензию, да, кто уже соображает в этом деле. Вот, но если мы посмотрим на рынок США, да, или там развитые, там, где это все началось, США, Европа, то мы увидим, что, ну, во-первых, там на порядок более франчайзинг развит, в численном выражении, да. Да, у нас самый высокий темп роста в России, но в абсолютных цифрах мы сильно-сильно-сильно уступаем. Ну, это, мы знаем, чем это обусловлено, собственно, поэтому это не удивляет нас. Ну, я бы не стал, не стал так прям рубить с плеча, что знаем, чем это обусловлено. Ну, обусловлено, прежде всего, тем, что мы 15 лет этим занимаемся. Всего лишь. Они там занимаются уже 150 лет, да, там, ну, 100 лет, если так вот открою. Ну, тем не менее, разница есть, конечно, очевидно. Да, просто у них опыта побольше, и уже об этом знает практически каждый школьник. Вот. Если мы возьмем все остальные другие виды бизнеса, да, то, как ни странно, в США очень сильно распространен франчайзинг в сфере ЖКХ. О. Ну, если брать наше ментальное представление ЖКХ, да, и их представление ЖКХ, они немного различаются. Я думаю, даже много, да? Да, потому что, что мы имеем у нас в виду ЖКХ? Ну, это жилищно-коммунальная контора, да, в которой там дворники, в которой не всегда трезвый инженер, да, ну... Ну, на уровне такого советского представления. Да, советского представления. Хотя сейчас какие-то тут реформы у нас проходят, мы об этом тоже говорим и знаем. Ну, и на самом деле, можно сказать, что у нас уровень ЖКХ по сравнению с тем периодом, о котором мы говорим, сильно подтянулся, да. Но если мы возьмем в чистом виде Америку, да, там же все-таки больше распространен частный сектор, апартаменты, кондоминиумы, то есть вот такая. Там франчайзинг распространяется в сервисных функциях. Начнем с того, что во многих из этих... А кто там, извините, Юль, очень интересно, а кто там является правообладателем? Вы знаете, правообладателем, как правило, является кто-то, который придумал самую лучшую формулу обслуживания в том или ином месте. Ну, то есть, опять-таки, это какая-то, может быть, частная компания, да? Да, это частная компания, причем зачастую это компания, которая обслуживает исключительно один какой-то район или часть города или один город. Объясню почему. Очень просто. У них эта деятельность зачастую рецензируется. И зачастую для того, чтобы там получить лицензию, тоже нужно проводить какие-то курсы, получить какие-то технологии. То есть, не просто так, с улицы пришел, вот теперь я буду этим заниматься. Да, и зачастую занимаются частные лица, да, вот таким франчайзингом, если можно так сказать. Потому что, если вы захотите там поменять электрощиток или водоснабжение или отремонтировать кран, то вам нужно, как правило, вызывать лицензируемого работника, который вам эту работу сделает. Сам, если полезете и вас трахнет током, или вообще просто кто-то заметит, что вы этим самостоятельно занимаетесь, на вас могут и в суд подать запросто. Поэтому, как правило, доверяется лицензируемый обработников. А кого, в первую очередь, будет вызывать пользователя? Он просмотрел газету объявлений, вот какая-то фирма, которая занимается, собственно, ремонтом кранов. Он там звонит и, соответственно, приходит уже служба, которая все этим... Ну, либо данная служба прикреплена к определенному кондоминиуму или к определенной группе домов, как Эрей, допустим. Одна из сфер. Вторая сфера — это, собственно, малоэтажное строительство. Безусловно, там все строится на авторитетах. Вот есть бренд, эти ребята хорошо строят. Мы знаем, как они строят, и мы обращаемся. Пошла молва, и люди... То есть там основная идея вот этой франшизы — именно бренд, видимо, да? Потому что технологии строительные, я думаю, они не сильно отличаются. Бренд, качество, отслеживание, ну и, естественно, после гарантийного обслуживания. Потому что бывают и случаи, когда построили ум или руки, да, но в основном они обычно предоставляют 10-летнюю гарантию, и ее кто-то должен проводить, да, то есть обслуживать. Гарантия — это не просто, как у нас, да, обычно, да. Дали гарантию и забыли. То есть оно вочистится, когда вы начинаете жаловаться. Ничего подобного. Вот определенные примеры, даже вот мои знакомые, там какие-то друзья, они сталкивались с тем, что приходят, спрашивают, что у вас все нормально, там нету. Вот у нас перила треснули. Сервисная компания пришла. То есть приходят по собственной инициативе, да, я так понимаю? Да, ну, у них план-график проверки. План-график проверки. Он обязан обойти все дома, там, спросить, все ли у них в порядке. Иначе ему зарплату не заплатят. Вот, это впечатляет. Америка — одно слово. Юр, спасибо, мы сейчас прервемся ненадолго. Послушаем рекламу, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем экономику франчайзинга, сферы, стратегии, перспективы. В гостях у меня Юрий Михальченко. Простите, Юрий Михальниченко, исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга. Я для вас, уважаемые слушатели, напомню. Телефон студии 651099.6, код города 495. И сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте нам вопросы, делитесь собственными мыслями. Ну и, собственно, вопрос, который я озвучивал уже 20 минут назад, я еще раз повторю. На ваш взгляд, вообще, эта форма ведения бизнеса в России приживается, приживется ли, есть ли у нее перспективы для такого вот сумасшедшего развития, о котором сейчас как раз Юрий рассказывает, глядя в Америку. Ну, 150 лет — это срок, конечно. Давайте продолжим. Итак, вот с точки зрения отраслевой составляющей, насколько популярна ЖКХ, это, конечно, гениальный пример. Хотелось бы понять или хотелось бы надеяться, что, может быть, и у нас по этому же пути пойдет развитие. — Надеюсь, да. — Нашей больной темы. — Ну и если брать другие сектора просто, ну, это, естественно, и периодическая печать, поскольку очень многие журналы передаются по франшизе и, собственно, радиостанции. Если уж мы сидим здесь в эфире и слушаем замечательное радио. Ну и действительно много видов сервисных. Это медицинское обслуживание, кстати, которое в России тоже начало набирать обороты. Это и лабораторные исследования, как у нас Invitor, гемотез в нашей компании, так и все, что связано со спортом, фитнесом, которое мы видим по нашим, там, Тонус-клубу, там, Планета фитнес, какие-то такие бренды, которые уже на слуху. Слим-клуб тот же самый. И здесь я вот, мы мимо эфира общались о том, о культуре, да, о том, что зачастую и американцы, другие страны стараются франчайзинг все-таки поддерживать и на культурном уровне. Недавно, пару лет назад, точнее, я общался с владельцем и основателем компании Curvis. Это 10 тысяч фитнес-клубов по всему миру. Он говорит, мы специально заказывали Диснею сюжеты в фильме, ну, в мультфильме «Симпсоны», да, где мамаша эта, да, которая там такая достаточно специфическая, она там... Они там все специфические. Да, она открывала, собственно, вот этот фитнес-клуб Curvis, да, и после этого, он говорит, у нас там пошел просто взрыв, там, просто на нашу франшизу, вот на таком уровне, да. И если мы посмотрим любой фильм американский, обязательно или полицейский, или там старый, или военный, который выходит на пенсию, или там домохозяйка, они всегда мечтают открыть свой маленький свечной заводик, маленький магазинчик, маленькую кафешку, ну, и обязательно, очевидно, по франчайзингу, и там, ну, вот сейчас выйду на пенсию, открою себе маленький Макдональдс, да, допустим. Да, иногда звучит некий бренд, я думаю, что это все-таки дорогое удовольствие. Это дорогое удовольствие, но он, видно, оправдывает, да, потому что если мы говорим о наших сетях, то для наших правобладателей счастье, там, 300-400 точек point of sales, да, на территории, там, страны. Для американцев нормальное счастье начинается от тысячи и выше, поэтому очень много мы можем видеть у американских, ну, вот, пример Киевис, да, у которого 10 тысяч, этот Subway, который уже приближается к 40 тысячам, да, если там тот же самый Макдональдс, который там, наверное, 36-37, наверное, тысяч. Может быть, вот я сейчас подумал о относительном, сейчас я попытаюсь сформулировать, относительной слабости развития, да, вот, этой сферы экономики в России. Ну, понятно, мы говорили о том, что времени не так много прошло, но, может быть, еще это связано и с тем, что у нас не так много ярких брендов, потому что опять вернемся к тому, что франчайзинг, это, прежде всего, да, это продажа имени, имени уже известного, нашумевшего и в этом случае упрощает во многом задачу. Ну, да, здесь можно привести пример, что в основном те бренды, которые мы видим, они разливаются не таким большим числом реальных предпринимателей, да, там, за каждым из них иногда стоит там 10, иногда там чуть меньше брендов, да, поэтому это бизнес, который связан с тем, что человек, который знает, как развивается франчайзинг, у него есть деньги, он едет, как правильно, на Запад там покупает одну-две, все остальное придумывает сам. Поэтому здесь вот тоже надо отдать должное нашим предпринимателям. Многие из наших известных брендов, например, там, Эль Патио, да, или там, Восточный базар, там, один Росинтер, другой ГМР, они были просто придуманы в России, а у нашего потребителя абсолютно точное убеждение, что это один итальянский бренд, другой восточный, да. Поэтому здесь действительно надо дать должное тому, что наши бренды, они растут, но они растут благодаря, там, единицам людей. Если бы это было более массовое явление, или, допустим, там, западные компании, или там, я не имею в виду, западные, восточные компании приходили. Ну, понятно, да. В массовом порядке у нас было бы больше брендов, конечно. Вот, кстати, мы говорим о масштабировании, да, развитии этого успеха. Существует некая специальная инфраструктура под названием брокеридж. Вот, если можно, поподробнее об этом расскажите, Юргий, что это такое? Это одна из наших идей фикс, да, то есть развить брокеридж в России. Мы прекрасно понимаем, что брокер, это, скорее всего, розничный коммейважер, который ездит по России или, там, в своем регионе, находит инвесторов и убеждает их вложить деньги непосредственно во франчайзинг. Прекрасно понимаем, что какие бы ни были потуги, там, государства или самих правообладателей, продать бизнес, да, без розничной вот этой сети продавцов, это практически невозможно. Ну, то есть, кто без тех, кто непосредственно общается, да, с потенциальным потребителем, кто посмотрит в глаза. Да, потом, причем у брокера, у него очень сложная функция, он должен и сосватать инвестора и правообладателя, и, с другой стороны, еще зачастую помещение найти и деньги найти под это дело, да, то есть создать целый пакет такой. Поэтому, с нашей точки зрения, брокеров должно быть тысячи в России. Тысячи. Ну, а откуда они берутся? Потому что есть специальные учебные заведения, которые готовят брокеров. Ну, на брокера, как и на настоящего риэлтора, выучить нельзя, да. То есть можно ему дать юридическое образование, а все остальное он должен пройти, там, каким-то опытным путем. Либо в какой-то команде вырасти, либо где-то от кого-то отпочковаться, ну, либо самому, да, собственно, опыте вырасти. У нас есть несколько компаний в России, их не такое большое количество, они в основном в региональных центрах находятся. Как правило, это бывшие юристы, патентные поверенные, да, которые этим темой занимаются. Иногда те люди, которые занимались до этого, к примеру, риэлторской деятельностью или профессиональными юридическими услугами, решили просто разнообразить свою там сферу услуг и добавить франчайзинг. То есть пока это брокеры, да. В Америке брокеры — это целый вид бизнеса, который зарабатывает не просто на сведении, да, он, поскольку договора составляется таким образом, что он чуть ли не пожизненно получает роялти, хоть и маленький-маленький-маленький процент, вообще от всех точек, которые он с его помощью открыт. Даже если это 0,01%, вы представляете, если он помог тысячам ресторанов открыться, от роялти это будет достаточно большое. Да, цифры серьезные. Ну, то есть опять мы говорим, что как бы сама жизнь, да, заставляет нас вйти в этом направлении, ну и дорога эта вот, она открыта сейчас, она непростая. Сверху вряд ли, да, можно кулаком стукнуть и говорить, ребята, вот все... Ну, мы посильную лепту свою вкладываем. Как ассоциации. Да, как ассоциации, мы открываем региональное представительство, как правило, на базе там существующих бизнес-объединений, даже, скорее всего, вокруг одного человека, который очень уважаемый в данном регионе. В Уральском окне у нас там конгресс-бюро Андрей Разуваев и, собственно, его там поддерживающие... Это бизнесмены, как правило, или представители власти, может быть? Понимаете, безусловно, нас поддерживают представители власти. Могу только шапку снять перед тем, скажем так, апгрейдом власти, которая сейчас произошла. Очень много появилось молодых, талантливых людей, непосредственно из бизнеса, которые во власть пришли, которые хотя бы радеют и которые нам помогают продвигаться. Причем без всяких... Понятно. Да, без всяких... Без всякой заинтересованности, ненужной, да. Ну, просто вот интересно, не понимаешь, вы надо что-то делать. А в основном, конечно, да, вот мы брокериш развиваем за счет своих представительств, ну, и за счет, скажем так, доверенности некоторым бизнесменам, которые там хотят этим заниматься. Собственно, вот это наш вклад. Пока все-таки это можно назвать неким таким порывом энтузиастов, наверное. Скорее, да. Пока еще, да? Да, чем бизнесом, как у риэлторов. Да, 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 серьезно. Хорошо, хорошо. Юрий, давайте еще вот о чем поговорим. Собственно, мы сегодня вспоминали о регионах, ну, и традиционно мы сравним активность того или иного бизнеса или формы развития этого бизнеса в столичных, больших городах и городах удаленных. Понятно, что активность это разница. Вот, собственно, экономика франчайника, как выглядит она в регионах? Вы знаете, сейчас, слава богу, буквально там 2-3 года назад пошел интерес из регионов. Достаточно серьезный интерес, и наши сети пошли расти в регионах, и там им интереснее расти, потому что все-таки уже рынок Москвы и крупных городов, он потихонечку заполняется, все-таки более высокая конкурентная среда. Хоть и доходность бизнеса в маленьких городах, она ниже, но все-таки сети стараются расти, в том числе и численно расти, поэтому идут в регионы, особенно в малые города. Здесь нужно отдать должное, что народ в регионах, особенно инвесторы, начали понимать простую истину, что вот этот миф накопить денег, купить квартиру в Москве или вложить в банк, она уже теряет актуальность по той самой простой причине, что кризис показал в 2008 году, и сейчас новый, который ожидается-ожидается, заставляет всех задуматься о том, что не прогорят ли мои деньги в банке, не подешевеет ли квартира, и вообще она продастся или не продастся. То есть может быть просто маленький сечной заводик, как я обычно употребляю, или может маленькую кафешку, которая работает, будет кормиться и будет приносить какой-то небольшой доход, и будет стабильно. Ну, все-таки вот хотелось бы еще такую деталь услышать от вас по поводу сечного заводика, непосредственно, да, ваша метафора любимая. Производство, производство чего-либо через франчайзинг развивать, в принципе, можно? Да не то, что можно, нужно развивать. Дело в том, что у нас почему-то производство уже тесно слилось с инновациями, мы себе представляем какой-нибудь тракторный завод, да, на котором станки. Нет, это может быть производство чего угодно, вплоть до упаковки, да, то есть это может быть и производство сельхозпродукции, обычно иногда поставляется комплекс оборудования с определенным брендом, и вы фактически производите не просто, там, как что-то на коленке, там, или тяжелого машиностроения, вы производите конкретную продукцию, которую можно забирать в магазин и завтра продавать, ну, к примеру, да. Или это может быть франчайзинг, связанный, там, допустим, с напольными покрытиями или с производством каких-то запчастей для чего-либо, как-либо, да. Потому что на Западе франчайзинг, он как в производственной сфере, он очень многоликно, многообразен и, с моей точки зрения, очень хорошо прижился. А вот о сельском хозяйстве заговорили, да, тоже больная тема. Франчайзинг в сельском хозяйстве может найти свое применение? Скорее в переработке. Переработке все же, да? Да, ну, все-таки специфика сельского хозяйства, она связана с землей, да. На землю ярлык очень сложно прилепить. А вот на продукт, который получает свою помощь, это да. Понятно. Хорошо, Юр, здорово, интересно. У нас осталось не так много времени. Давайте, подводя итог, что называется, да, о неких перспективах развития российского франчайзинга, может быть, формы какие-то он со временем поменяет. Как вы считаете? Я думаю, будут развиваться сервисные функции, я думаю, будет активно развиваться придорожный сервис гостиничный бизнес. Это вообще не покрытая тема, да. Я думаю, будет развиваться все, что связано с персональным обслуживанием человека непосредственно. Да, там, помыть, побрить, почистить, оздоровить, все, что надо со своим любимым, на что денег тратить не жалко. Я думаю, что франчайзинг в России будет продолжать расти, может быть, не такими семимильными шагами, но, я думаю, темп роста будет не ниже, чем 10-15%. И все-таки вот эти процессы, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, я думаю, они еще больше подстегнут наших инвесторов посмотреть в сторону франчайзинга, диверсифицировать свой бизнес, да, особенно если вы занимаетесь какими-то такими большими глобальными проектами, не знаю, там, завод, может быть, попробовать открыть себе там сеть там столовых, ресторанов или, наоборот, какую-нибудь там сервисную. Ну, то есть я правильно понимаю, мы говорим о текущей ситуации нехорошей все-таки, да, не совсем хорошей в экономике, и франшиза в данном случае каким-то образом облегчает, да, вот это вот? Ну, да, то есть франшиза позволяет не складывать яйца в одну корзину, вот так, если можно так сказать. Я понял. Юрий, огромное спасибо, огромное спасибо за интересную беседу. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях в сухом остатке был Юрий Михайличенко, исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга. Мы обсуждали экономику франчайзинга, вот, говорили о сферах, стратегиях и перспективах этого бизнеса. Спасибо, Юрий. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, всего вам хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.